Салют, хлопушки и шары. Так встречали чемпионов школьников в Тирасполе. Накануне вечером в сборная Приднестровья вернулась домой из Москвы с победой. На фестивале спорта выиграли 12 медалей. Салют в Тирасполе. Так накануне у драмтеатра встречали школьную сборную Приднестровья. Наша команда привезла 12 медалей с фестиваля спорта в Москве. Хотелось бы первое место там, но в рот зато тоже неплохо. С приездом! Ура! Победа! Команда сильнейших. Школьников победителей встречают с баннерами в руках. Ура! Ощущения приятные. Приехать назад на родину, выступить там в Москве, это было для нас честью. А это Евгения Грицкевич, мама Евы, победительница фестиваля в турнире по бадминтону. Одной из первых встречает свою чемпионку. Гордость огромная. Мой ребенок первое место привез. Я за нее очень рада и благодарна организаторам нашим, приднестровским и российским организаторам. Мы находились в России почти 4 дня. Мы находились там очень долго. И вот не хватало, как мама меня поддерживала даже через телефон. У нее была очень большая поддержка. Каждый переживал и каждый болел. Тут не было чужих родителей, тут не было чужого вида спорта. Здесь были все свои. Все друг за друга болели, переживали. И так было на площадках. И то же самое произошло, когда вы видели, какая была встреча. В Приднестровье всегда отмечают победы своих спортсменов. Вот еще пример. Ровно 20 лет назад Тирасполь также с размахом встречал чемпионов. Но только футбольных. Шериф в 2003-м выиграл Кубок Содружества. В финале Тираспольчане обыграли Рижский Сконто. 2-1. Мяч на первой минуте от Кристиана Тудора. И гол Ивана Тестемецану на последних секундах. Все решили. Трофей наш. Евгений Пацулов, Ажа Таркнишвили, Олег Гуменюк, Юрий Приганюк и другие. На их счету первая большая международная победа. Футболистов шерифов встречали как героев во дворце республики. В 2003-м игроки принимали поздравления от президента Смирнова. Нам сказали, сейчас нас будут чествовать люди, президент республики. Вышли мы на сцену, ну как бы чуть-чуть растерялись. Людей был, полный зал был, во-первых. Люди все аплодировали. Все молодые были еще ребята. Когда выходил президент Игорь Николаевич Смирнов, поздравлял нас, мне вручил медаль за доблестный труд. Важи Таркнишвили, если я не ошибаюсь, орден за доблестный труд. Ну, каждому игроку он вручал награды. Потом шериф выиграл еще один Кубок Содружества в 2009-м, а еще желто-черные успели пошуметь в Еврокубках. Шесть раз стираспольчане участвовали в основной сетке Лиги Европы, а в 2021-м шериф сделал еще один исторический шаг. Впервые в истории вышел групповой этап Лиги Чемпионов и выиграл у Реала на Сантьяго Бернабеу.